Товарищи, сегодня советские люди празднуют 27-ю годовщину победы Советской Революции в нашей стране. В четвертый раз встречает наша страна годовщину Советской Революции в обстановке Одесской войны против немецко-пашистских войск. Это, конечно, не значит, что четвертый год войны не отличается по своим идеологам от предыдущих трех лет войны. Наоборот, между ними существует коренная разница. Если два предыдущих года войны были годами наступления немецких войск и продвижения их вглубь нашей страны, когда Красная Армия была вынуждена вести оборонительные войны. А третий год войны был годом коренного перелома на нашем фронте, когда Красная Армия развернула мощные наступательные бои, разбила немцев в ряде решающих боев, очистила от немецких войск две трети нашей земли и заставила их перейти к оборону. Причем Красная Армия все еще продолжала вести войну один на один немецкими войсками. Без серьезной поддержки со стороны наших союзников, то четвертый год войны оказался годом решающих побед советских армий и армий наших союзников над немецкими войсками, когда немцы, вынужденные на этот раз вести войну на два фронта, оказались отброшенными границами Германии. В итоге истекший год завершился изглением немецких войск из противостоевского союза, Франции, Бельгии, Средней Италии и перенесение военных действий на территорию Германии. Решающий успех Красной Армии в Ветхом году и изглание немцев из предела советской земли был предрешен рядным сокрушительных ударов наших войск, по немецким войскам. Начались еще в январе этого года и развернутых затем в течение всего отчетного. Первый удар был нанесен нашими войсками в январе этого года под Ленинградом и Новгородом, когда Красная Армия взломала долговременную оборону немцев и отбросила их при Балтии. Результатом этого удара оказалось освобождение Ленинградской области. Второй удар был нанесен в феврале-марте этого года на Буге, когда Красная Армия разгромила немецкие войска и отбросила их за отмесь. В результате этого удара правобережная Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Третий удар был нанесен в апреле этого года в районе Крыма, когда немецкие войска были сброшены в Черные моры. В результате этого удара были освобождены от немецкого гнета Крым, Одесса. Четвертый удар был нанесен в июне этого года в районе Кореи. Когда Красная Армия разбила финские войска, освободила Выбор и Петрозаводск и отбросила сильных в Лук-Сидянки. Результатом этого удара было освобождение большей части Корео-Финской Советской Республики. Пятый удар был нанесен немцам в июне-июле этого года. Когда Красная Армия на голову разбила немецкие войска под Витебском, по Прульском, на Гильонку. И завершила свой удар оборужением 31 немецких дивизий под Винском. В результате этого удара наши войска полностью освободили Белорусскую и Советскую Республику, вышли на Висму и освободили значительный час союзной нам Польши, вышли на Неман и освободили большую часть Литовской Советской Республики. Форстировали Неман и подошли к границам Германии. Честный удар был нанесен в июле-августе этого года в районе Западной Украины. Когда Красная Армия разбила немецкие войска под Львовом, я бросил их за шар и в Висму. В результате этого удара была освобождена Западная Украина. Наши войска форсировали Висму и образовали зависимость. Мощные пласта Западные, Сандомиры. Седьмой удар был нанесен в августе этого года в районе Кишинёв и Ассы, когда наши войска разбили на голову немецко-умызские войска и завершили свой удар окружением 22 немецких дивизий под Кишинёв. не считая румынских дивизий. В результате этого удара была освобождена Молдавская Советская Республика. Была выведена из строя союзница Германии, Румыния, которая объявила войну Германии и Венгрии. Была выведена из строя союзница Германии, Болгария, которая также объявила военную Германию. Был открыт путь для наших войск в Венгрию, последнюю союзницу Германии в Европу. Отдрилась возможность затянутую руку помощи союзную нам Югославию против немецких захватчиков. Восьмой удар был нанесен в сентябре-октябре этого года в Прибалтике, когда Красная Армия разбила немецкие войска под Таллином и Ригой и изгнала их из Прибалтики. В результате этого удара была освобождена Эстонская Советская Республика, была освобождена большая часть Латвийской Советской Республики, была выведена из строя союзница Германии в Ильянде, которая объявила войну Германии. Более 30 немецких зенитей оказалось отрезанными от Пруссии и зажатыми в клещи в районе между Тукумсом и Либавой, где они теперь заколачиваются нашими войсками. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В оттепре этого года начался 9-й удар наших войск между Тиссой и Дунаем в районе Венгрии, имеющий свою цель вывести Венгрию из войны и повернуть ее против Германии. В результате этого удара, который еще не завершен, наши войска оказали прямую помощь союзной нам в Югославии в деле изгнатия немцев и освобождения от Белграда, наши войска получили возможность перейти через Карпатский хребет и протянуть руку помощи в Союзную и нам Чехословакии, с территории которой уже освобождена от немецких захватчиков. Наконец, в конце акции обеда этого года был осуществлен удар по немецким войскам в Северную Тринлянду. Тогда немецкие войска были вышиблены из района Печенки. и наши войска, преследуя немцев, вступили в пределы союзной нам на ружье. Я не привожу цифровых данных о потерях противника убитыми пленными в результате этих операций, о количестве захваченных нашими войсками орудий, танков, самолетов, снарядов, пулеметов и так дальше. Эти данные вам должны быть известны по сводкам инфобюро. Таковы основные операции Красной Армии за истекший год. Привечие и знание немецких войск из пределов нашей страны. В результате этих операций было разбито и выведено из строя до 129 немцев и их союзников. Вместо 257 дивизий стоявших против нашего фронта в прошлом году из строя 207 дивизий было немецких. Мы имеем теперь против нашего фронта после всех тотальных и всех тотальных лобилизаций всего 204 немецких и венгерских дивизий. Из строя немецких дивизий начитываются недоли того следа. Нужно признать, что в нынешней войне гитлерская Германия с ее фашистской армией оказалась более мощной, коларной и опытным противником нежели Германия и ее армией во всех прошлых войнах. К этому нужно добавить, что немцам удалось использовать в этой войне производительные силы почти всей Европы и довольно значительные армии своих восстанных государств. И если, несмотря на эти благоприятности для Германии условия ведения войны, она все же оказалась на краю неизвеженной гибели, то это нужно объяснить тем, что главный противник Германии, Советский Союз, превзошел усилия гитлеровской Германии. АПЛОДИСМЕНТЫ Новым моментом за истекший год в войне против гитлеровской Германии нужно считать тот факт, что Красная Ярмя вела свои операции в этом году против немецких войск не в одиночестве, как это имело место в предыдущем году, а совместно с войсками наших союзников. Деградская конференция не прошла даром. Решение Деградской конференции о совместном ударе по Германии с западом, с юга, с востока стало осуществляться с породительной точностью. Одновременно с летними операциями Красной Армии на советско-германском противе союзные войска начали вторжение во Франции и организовали мощные наступательные операции. Вынудрившие гитлер русскую Германию вместе войну на два фронта. Войска и плод наших союзников совершили невиданную еще в истории по организованности и размаху массовые десантные операции на побережье Франции и мастерски преодолели укрепление дельца. Таким образом Германия оказалась зажатой в дисках между двумя фронтами. фронтами как немецкие дивизии немцы. Наши войска не смогли в такой короткий срок сломить сопротивление немецких войск и вышли безвести из противов Советского Совета. Но также несомненно и то, что безмощных наступательных обязанностей Красной армии летом этого года приколавших себе до двухсот немецких дивизий воиста наших союзников не смогли так быстро расправиться с немецкими войсками и вышли бить из предела Средней Италии, Франции, Бельгии. Задача состоит в том, чтобы держать Германию их пресс. Иска везут у меня фантазы. В этом ключ победы. Если Красная армия смогла успешно выполнить свой долг перед Родиной и изгнала немцы из предела Советской земли, то она сделала это благодаря тому, что ее беззаветно поддерживала с тыла вся страна. Все народы нашей страны. Самоотверженная работа всех советских людей, рабочих, крестьян, интеллигенции, равно как руководящая деятельность наших государственных партийных органов, проходила в следующем году под знаменем «Все для фронта». В следующем году ознаменовался новыми успехами промышленности, сельского хозяйства, транспорта, новым подъемом нашего военного хозяйства. На четвертом году войны наши заводы производят танков, самолетов, орудий, минометов, боеприпасов несколько раз больше, чем в начале войны. Позади остался наиболее трудный период восстановления сельского хозяйства. После возвращения страны благородных полей Дона и Губани, после освобождения Украины, наше сельское хозяйство быстро оправляется от тяжелых потерь. Советский железнодорожный транспорт выдержал набрузку, с которой едва ли справился без транспорт в какой-либо другой стране. Чего-то говорить за то, что экономическая основа советского государства оказалась несравненно более жизнеспособной, чем экономика вражеских государств. Социалистический стройборожденный Октябрьской революции дал нашему народу и нашей армии великую и непреоборимую силу. Советское государство, несмотря на тяжелые премии войны, несмотря на временную оккупацию немцами в весьма больших экономически важных районах страны, в ходе войны не сокращало, а год от года увеличивало снабжение фронта вооружением боеприпасов. Теперь Красная армия имеет танков, орудий, самолетов не меньше, а больше, чем немецкая армия. Что касается качества нашей боевой техники, то в этом отношении она намного превосходна в вооружении врага. Подобно тому, как Красная армия в длительной и тяжелой борьбе один на один одержала военную победу над фашистскими войсками, также и дружинники советского тыла в своем единоборстве в гитлеровской Германии и ее сообщниками одержала экономическую победу над врагом. Советские люди оказывались во многом необходимостью. Шли сознательно на серьезные материальные лишения, чтобы дать больше фронтов. Беспримерные трудности в нынешней войне не сломили, а еще более закалили железную волю и мужество ведут советского народа. Наш народ поправ и жалстят плаву героического народа. Наш рабочий класс отдает все свои силы для дела победы. Не пристану совершенствовать технику производства, увеличивая мощность промышленных предприятий, воздвигая новые фабрики заводов. Рабочий класс советского союза совершил великий трудовой подвиг нынешней войны. Наша интеллигенция смело идет по пути новаторства в области техники культуры, успешно развивает дальше современную науку, творчески применяет ее достижения в производстве вооружения для Красной армии. Советская интеллигенция своим создательным трудом несла неоценимый вклад в дело разгрома врага. Армия не может воевать и побеждать без современного вооружения, но она не может также воевать и побеждать без хлеба, без продовольствия. Красная армия на 4-м году войны благодаря заботам колхозного крестьянства не испытывает недостатков продовольствия. Колхозники и колхозники снабжают рабочую интеллигенцию продовольствием, а промышленным сырьем, обеспечивая нормальную работу заводов и фабрик, изготовляющих вооружение и снаряжение для фронта. Наши колхозные крестьянства активны с полным сознанием своего долга перед Родиной одеясь в предкрасной армии достижения победы над врагом. Но всегда войдут в историю беспримерные трудовые подвиги советских женщин и нашей главной молодежи, вынесших на своих плечах основные тяжи труда на фабриках и заводах колхоза и сумхоза. Войми от чести и независимости Родины советские женщины, юноши, девушки проявляют доблесть и героинство на фронте труда. Они оказались достойными своих отцов и сыновей, мужей и братьев, защищающих Родину от немецкого фашистского измерения. Войми отцовы подвиги советских людей в тылу равно как немеркнущие радкие подвиги наших воинов на фронте имеют источником горячего и животворного советского патриотизма. Сила советского патриотизма состоит в том, что он имеет в своей основе не расовные и националистические прегрессов. А глубокую преданность и верность народа своей советской Родины фрактское содружество трудящихся всех наций нашей страны. В советском патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции народа и общие жизненные интересы всех трудящих Советского Союза. Советский патриотизм не разъединяет, а наоборот плачивает все нации и народности нашей страны. Кредитую фрактскую семью. В этом надо видеть основе нерушимой и все более крепнейшей дружбы народов Советского Союза. В то же время народ Советского Союза уважает права и независимость народов зарубежных стран. И всегда проявляли готовность жить в мире и дружбе с соседними государствами. В этом надо видеть основу растущей крепней связи нашего государства со всеми свободолюбивыми странами. Советские люди не видят немецких захватчиков не потому, что они люди чужой нации, а потому, что они принесли нашему народу жизнь свободолюбивым народам, неисчисленных детствий и страданий. в нашем народе издавна говорят не за то волка пьют что все, а за то, что он на вкус. немецкие фашисты избрались идеологическим оружием человеконенавистническую расовую теорию в расчеты на то, что проповедь звериного национализма создаст морально-балдийские предпосылки господства немецких захватчиков над право штурных народов. Однако, политика расовой ненависти проводимая гитлеровцами стала на деле источником внутренней слабости и внешнеполитической изоляции немецкого фашистского государства. Идеология и политика расовой ненависти являются одним из факторов развала гитлеровского разбойничьего блока. Идеология случайностей тот факт, что против немецких герористов поднялись не только порабощенные народы Франции, Югославии, Польши, Севсословакии, Греции, Бельгии, Дании, Норвегии, Голландии, но и бывшие васалы гитлеры, итальянцы, гумили, инди, болгарьи. Средняя русская клика своей людоедской политикой восстановила против Германии все народы мира, а так называемая избранная немецкая раса стала предметом всеобщей ненависти. В ходе войны гитлеров понесли не только взаимные, но и морально-политическое поражение, утвердившаяся в нашей стране идеология равноправия всех рас и наций. Идеология дружбы народов одержала полную победу над идеологией звериного национализма и расовы ненависти. Теперь, когда Отечественная война идет по беременовскому концу, во всем величии встает историческая роль советского народа. Сынья все признают, что советский народ своей самоотвержденной борьбой спас чевелездачей Европы от фашистских подробностей. Это великая заслуга советского народа перед историей человечества. Перехожу внешнеполитическим вопросом. Истекший год был годом торжества общего дела противогерманской коалиции, во имя которого народы Советского Союза, Великобритания и Соединенных Штатов, Америка объединились в боевой союз. Это был год упрощения единства и согласованности 23 основных держав против гитлеровской Германии. Решение Деградской операции о совместных действиях против Германии и блестящая реализация этого решения представляет один из ярких показателей упрощения фронта против гитлеровской коалиции. Мало найдется в истории планов больших военных операций о совместных действиях против общего врага, которые были бы осуществлены с такой полнотой и точностью, какой был осуществлен план о совместном ударе против Германии, выработанной на Деградской конференции. Не может быть сомнения, что без наличия единства взглядов и согласованности действий трех великих держав Деградское решение не могло быть реализовано с такой полнотой и точностью. Несомненно, также с другой стороны, что успешное осуществление Тегеранского решения не могло в свою очередь не послужить дело упрощения фронта Объединенных Наций. Столь же ярким показателем прочности фронта Объединенных Наций нужно считать решение конференции в Думбардон-Оксе по вопросу об организации безопасности после войны. Говорят о разногласиях между тремя державами по некоторым вопросам безопасности Разногласий конечно есть Я не буду пришел Так же и спорят о других вопросах Разногласия бывают даже среди людей одной и той же партии Тем более они должны иметь место среди представителей различных государств и различных партий Удивляться надо не тому что существует разногласия а тому что их так мало и что они как правило разрешаются почти каждый раз двухе единства и согласованность с единствами трех великих держав Дело не в разногласиях а в том что разногласия не выходят за рамки допустимого интересам единства трех великих держав и в конечном шоте разрешается по линии интересов этого известно что более серьезные разногласия существовали у нас по вопросу об открытии второго фронта однако известно также и то что эти разногласия были разрешены в конце концов в духе полного согласия то же самое можно сказать о разногласиях на конференции Думбартон Хокс характером для этой конференции является не то что там вскрылись некоторые разногласия а то что девять десятих вопросов безопасности были разрешены на этой конференции духа полного единодушия вот почему я думаю что решение конференции Думбартон Хокс следует рассматривать как один из ярких показателей прочности фронта против Германии еще были яркими показателями упрощения фронта объединенных наций нужно считать недавние переговоры главой фасистских борьбой друг с другом подобные стремления гитлеровских политиков вполне понятны для них нет большей опасности нежели единство обезьянных нас в борьбе против гитлеров 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 и для них не было бы большего воинобайдистского успеха нежели разобщение союзных держав в борьбе против общего врага гитлеров неизвестно Радистский держав выдержал испытания более чем трех лет войны, если он креплен кроме народа, поднявшись на защиту своей свободы и чести, то тем более этот союз выдержит испытания заключительной стадии войны. АПЛОДИСМЕНТЫ И следующий год был, однако, не только годом упрощения противогерманского фронта союзных держав, но и годом расширения этого фронта. Нельзя считать случайность тот факт, что вслед за Италией из войны были выведены и другие союзники Германии, Финляндия, Румыния, Болгария. Следует отметить, что эти государства не только вышли из войны, но и порвались в Германии, объявив ей войну. Принкнув таким образом к фронту объединенных наций, это означает, без сомнения, расширение фронта объединенных наций против гитлеровской Германии. Не может быть сомнения, что последняя союзница Германии в Европе, в Венгрии, также будет выведена из строя в ближайшее время. Это будет означать полную изоляцию гитлеровской Германии в Европе и неизбежность блистого краха. Объединенные нации стоят перед победоносным завершением войны против гитлеровской Германии. Война с Германией будет выиграна объединенными нациями. Ведь он теперь уже не может быть никакого сомнения. Выиграть войну с Германией значит осуществить великое историческое дело. Но выиграть войну еще не значит гарантировать народам прочный мир и надежный безопасность будущего. Задача состоит не только в том, чтобы выиграть войну в Германии, но и в том, чтобы сделать невозможным возникновение новой агрессии и новой войны, если не навсегда, то, по крайней мере, в течение длительного периода времени. После поражения Германии она, конечно, будет разоружена, как в экономическом, так и военно-политическом отношении. Половьи, однако, наивно думают, что она не попытается возродить свою мощь и развернуть новую агрессию. Всем известно, что немецкие заправы уже теперь готовятся к новой войне. История показывает, что достаточно короткого периода времени, 20-30 лет, чтобы Германия оправила сутворожение и восстановила свою мощь. Какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны Германии? А если война все же возникнет, задушите ее в самом начале и не дадут ей развернуться в большую войну. Этот вопрос тем более уместен, что, как показывает история, агрессивные нации, как нации нападающие, обычно бывают более подготовлены к новой войне, чем миролюбивые нации, которые, будучи не заинтересованы в новой войне, обычно опаздывают подготовкой к ней. Это факт, что агрессивные нации в нынешней войне, еще перед началом войны, имели уже готовые армии ускоржения, тогда как миролюбивые нации не имеют даже вполне удовлетворительной армии, прикрытия, мобилизации. Здесь даже считают случайно такие неприятные факты, как инцидент Бирл-Харборы, потеря Филиппин и других островов в Великой Макаяне, потеря Гонконга и Сингапура, когда Япония как агрессивная нация оказалась более подготовленной к войне, чем в Великой Макаяне Соединенные Штаты Америки, придерживающиеся миролюбивые политики. Не ведет также считать случайность такой неприятный факт, как потеря Украины, Белоруссии и Прибалтики в первый же год войны, когда Германия как агрессивная нация оказалась более подготовленной к войне, чем миролюбивые Советские Союзы. Было бы наивно объяснять эти факты личными качествами японцев и германцев, их превосходством над англичанами, американцами, русскими, их предусмотрительностью и прочим. Дело здесь не в личных качествах, а в том, что заинтересованные в новой войне агрессивные нации, как нации, готовящиеся к войне в течение длительного срока и накапливающие для этого силы, бывают обычно и должны быть более подготовлены к войне, чем нации миролюбивые, не заинтересованные в новой войне. Это естественно же понятно. Это, если хотите, историческая закономерность, которую было бы опасно не учить. Первое. Нельзя отрицать того, что в будущем миролюбивые наши могут вновь оказаться застыгнутыми врасплох агрессии. Если, конечно, они не выработают уже теперь идеальных мер, способных предотвратить агрессию. Итак, какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны Германии? А если война все же возникнет, задушить ее в самом начале, не дать ей развернуться в большую войну. Для этого, кроме полного разоружения агрессивных наций, существует лишь одно средство, а именно создать специальную организацию защиты мира и обеспечения безопасности из представителей миролюбивых наций, дать в распоряжении руководящего органа такой организации минимально необходимое количество вооруженных сил, потребные для предотвращения агрессии, и обязательную организацию в случае необходимости применить без промедления эти вооруженные силы для предотвращения или ликвидации агрессии и наказания виновников агрессии. Это не должно быть под посарением печальной памяти ликвидации, которая не имела ни прав, ни средств для превозвращения агрессии. Это будет новая, специальная, полномочная международная организация, имеющая в своем распоряжении все необходимое для того, чтобы защитить мир и предотвратить новую войну. Можно не рассчитывать на то, что действия этой международной организации будут достаточно эффективными. Они будут эффективными, если великие державы, выняющие на своих плечах главные тяжи из военной из Германии, будут действовать ищет бред в духе единодушия и согласия. Они не будут эффективными, если будет нарушено это необходимость. Товарищи, советский народ и Красная Армия успешно осуществляют задачи, ставшие перед имей в ходе Отечественной войны. Красная Армия достойно выполнила свой патриотический долг и освободила нашу отчизну от врага. От линии навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти. Теперь на Красной Армии остается ее последнее заключительное листье, а именно доверяющий вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистских войск. добит фашистского зверя в ее собственном блогове и водрузит над Берлином знамя победы. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот с основания рассчитано, что это задачи будет выполнено Красной Армией недалеко на здравствует наша победностная красная армия Нас здравствует наш славный военно-морской флот. Нас здравствует бабучий советский народ. Нас здравствует наша Великая Родина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты.